Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вступила в интимные отношения со своим боссом. Сперва обозначила, что отношения мне не нужны. Близость была несколько раз, я стала привыкать, влюбляться. На свидание мы не ходили, был просто интим. С каждой близостью он меньше писал и появлялся в моей жизни. Последний раз произошла ссёра, так как он попребывал, чтобы я удалил с ним чат, чтобы коллеги не узнали. Он разведён в разводе 5 лет. Очень просил не влюбляться в него, сказал, что отношения ему не нужны. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то перспектива у этих странных отношений? На данный момент я завершил общение и около месяца не общался. Как пристать себя винить, кажется, что он меня избегает, потому что я плохая. Как заинтересовать мужчину, чтобы он не просто хотел интима, а чтобы начались нормальные отношения? Смотрите, здесь я бы хотел обратить ваше внимание на следующие моменты, которые, как мне кажется, достаточно важны. Первый момент касается того, что вы стали привыкать и влюбляться. Я бы хотел, чтобы вы постарались раскрыть эту историю, что именно вы понимаете, что стало привыкать и влюбляться. То есть, ну вот, как это происходит у вас. Второй момент. Вы говорите, что вам отношения не нужны, но в то же время вы же сами как бы вот пишете, да, что стали привыкать и влюбляться. То есть, вы изначально позиционируете себя как ту, кому не нужны отношения, а в какой-то момент что-то меняется. И, на мой взгляд, нужно постараться увидеть, что меняется. Что изменилось у вас, что вы захотели отношения и чего вы хотите в отношениях. Дальше, значит, вы пишете, в последний раз произошла ссора. По какому потребностям я удалила с ним чат. А какой ваш конкретно ваш вклад в ссору, в конфликт? Вот конкретно вы как участвовали в конфликте? Значит, очень бросил не влюбляться в него, а сказал, что отношения ему не нужны. И почему вы думаете, что отношения ему станут нужны именно с вами? Вы пишете, есть ли перспектива? Ну, перспектива здесь только одна, что человек будет с вами в отношениях так, как ему удобно. Как перестать себя винить? Посмотреть на то, что вы потеряли, и посмотреть на то, как вы в какой-то степени реализовываете свои желания. Вот, потому что ваша вина, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что вы описываете, связана с тем, что вы потеряли в отношениях. Вот, ну, на мой взгляд, с этим связано. То есть, вы себя вините, да, за то, что отношения разрушены именно вот по тому, что что-то вы для себя важное в этом потеряли. Вопрос только в том, что именно вы потеряли, вот, что именно вы хотите. Вот, кажется, вы пишете, кажется, что он меня избегает, потому что я плоха. Вот, тоже довольно интересный момент, что если вы о себе думаете, что вы плохая, то вы себя обесцениваете, ну вот. Вы ведете себя, как будто бы вы ниже, это важно. И, соответственно, заинтересовать мужчину и саму себя, а заинтересованность другого человека, это ваша заинтересованность в первую очередь с собой, да, с собой. Вот, и, соответственно, заинтересовать вам, мужчину, конечно же, сложно. Вот, как заинтересовать мужчину, чтобы он не просто хотел интимно, да, а начались нормальные отношения? Ну, наверное, наверное, нужно, во-первых, нужна общая деятельность, во-вторых, нужно личностное общение между вами и им, вот. А не нацеленность на нормальные отношения, потому что для каждого человека понятие нормальных отношений, оно, в общем и целом, своё. У каждого человека свои представления, ну, свои представления о том, какие отношения нормальные, вот. Понимаете, понимаете, да? Поэтому я бы сказал вот так вот, я бы сказал вот, ну, вот, такой бы вам дал ответ. То есть, с чем бы я поработал, да? С самооценкой, с эмоциональной сферой, вот, и с вашими внутренними конфликтами. Вот. Ну, и с позиции, с позиции тире-интересными, потому что они у вас меняются, да, вы, как бы, не замечаете, когда это происходит и каким образом. Вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и желаю вам всего самого доброго и удачи.